приветствую вас мои дорогие на моем канале вяжем на позитиве не только сегодня я вам хочу показать еще один японский узор узорчик очень простой красивый я из него связала вот такой вот чепчик для ребенка вот этим узором можно связать и шапочки и кардиганчик и платьишко ночью все что вы хотите вот так этот узорчик выглядит но я решила вот что чепчик будет тоже очень оригинально красиво так вот он выглядит этот узорчик шапочки в чепчики вот так вот он смотрится значит на этот чепчик у меня ушло 4 рапорта вязать этот узорчик можно даже в круговую не заморачиваясь значит 4 рапорта у меня ушло в длину и высоту у меня ушло 2 рапорта получается если кому-то интересно как вязать вот такой чепчик вы можете посмотреть на моем канале как вяжутся вот такие детские чепчики чепчик рассчитан на ребенка двух двух с половиной лет но это зависит от обхвата головы вашего ребенка здесь я связала его из шерстяных ниточек тепленьких толщина нитки небольшая поэтому узорчик смотрится вот на этих нитках вот таким образом если вы свяжете на более крупных ниточках он будет смотреться более крупно одессе на тоненьких сами понимаете он будет смотреться ажурно чепчик я закрепила вот такой вот шлейкой здесь у меня будет пуглочка набирала я 72 петли на чепчик и вязала высоту чепчика смотрите тоже по высоте вашего ребенка все идет по обхвату головы рассказывать про чепчик я не буду так как мы сегодня занимаемся не чепчиками а узорчиком вот так этот узорчик выглядит я думаю вам его видно ну что давайте начнем я уже связала небольшой образец вот так вот узорчик выглядит на других ниточках более тонких вот это вот раппорт нашего узорчика вот он вот так вот он смотрится с лицевой стороны вот так вот узорчик смотрится с изнаночной стороны я думаю если вы свяжете какое-то изделие шапочка это шарфик или кардиганчик или кофточка будет очень красиво ну что давайте начнем для рапорта нам нужно набрать 17 петелечек это у нас будет сам рапорт и 8 рядов у нас получается высоту изнаночная сторона этого узора вяжется по рисуночку по узору все петли с той стороны у нас будут изнаночной потому что лицевая сторона у нас идут петельки с накидами лицевые ну что берите схемочку я вам дам в конце видео но на всякий случай возьмите ручку и записывайте потому что когда я читаю удобно слушать меня допустим не смотреть а слушать и вязать ну что давайте начнем набрали 17 петелечек кромочную петлю снимаем начинаем вязать так первый ряд накид 4 лицевые петли 1 2 3 4 2 петли по направлению влево 2 петли вместе по направлению влево 2 петли по направлению вправо накид лицевая накид 2 петли по направлению вправо влево вместе извиняюсь и 2 петли по направлению вправо вместе 4 лицевые 1 2 3 4 и накид вот это мы с вами провязали первый ряд нашего рапорта я всегда беру два рапорта чтобы нам когда я повторю кто-то не успел чтобы он проверил свое вязание ну и может быть даже запомнил потому что когда вы начнете вязать вы потом уже не спутаетесь где как что два рапорта связали уже нужно вязать без всяких этих так продолжаем начало второго рапорта вы вернее первый ряд нашего рапорта повторяем накид 4 лицевые 1 2 3 4 2 петли по направлению влево 2 петли вместе по направлению вправо когда я говорю две петли это значит две петли вместе 2 петли по направлению вправо накид лицевая накид 2 петли влево вместе 2 петли вправо вместе 4 лицевые 1 2 3 4 и накид кромочная петля вот мы с вами провязали первый ряд нашего рапорта и два рапорта я всегда делаю чтобы вам было понятно так теперь мы с вами провязываем изнаночную сторону изнаночная сторона вяжется по рисунку изнаночными петельками ну как вязать изнаночные петельки вы наверное знаете но я с вами провяжу что хочу сказать рисунок очень легкий так как все узоры которые я показываю они все очень легкие сейчас я почему вам провязываю изнаночную сторону чтобы показать мы же делали две петельки с вами два накида да я хочу с вам показать как провязываются вот эти два накида по изнаночной стороне вот они два накида значит мы раз у нас изнаночная сторона провязывается полностью изнаночными петельками значит вот эти вот накиды мы провязываем тоже изнаночными петельками вот таким образом 1 изнаночная и за вот эту заднюю стеночку мы провязываем вторую и продолжаем дальше вот когда будут два накида у вас они у вас получится один раз только в первом ряду вот таким образом вы их провяжите изнаночными петельками больше я показывать изнаночную сторону не буду вы будете провязывать ее без меня я думаю что изнаночную сторону сторону провязать не сложно так вот мы провязали с вами изнаночную сторону так вяжем второй ряд я буду говорить 1 2 это лицевая сторона изнаночная не буду говорить среды поэтому вы ориентируйтесь первый ряд лицевой стороны теперь у нас с вами второй ряд лицевой стороны но чтобы вам не путаться значит кромочную петлю мы сняли провязываем провязываем второй ряд лицевая накид 3 лицевых 1 2 3 2 петли в по в пау поворотом влево 5 лицевых 1 2 3 4 5 теперь 2 петли с поворотом вправо 3 лицевые 1 2 3 накид и лицевая петля минуточку так лицевая петля что такое так вот раппорт 1 провязали так повторяем лицевая накид 3 лицевых 1 2 3 2 петли с поворотом влево 5 лицевых 1 2 3 4 5 2 петли с поворотом вправо 3 лицевые 1 2 3 накид и лицевая петля кромочные провязали так вот мы с вами провязали второй ряд нашего узора изнаночную сторону мы провязываем изнаночными петельками провязывайте пожалуйста самостоятельно так третий ряд нашей лицевой стороны 2 лицевые накид 2 лицевые 3 2 петли с поворотом влево накид 2 петли с поворотом влево еще раз значит поворачиваю влево лицевая петля теперь 2 петли с поворотом вправо влево с поворотом вправо накид опять 2 петли с поворотом вправо 2 лицевые накид 2 лицевые так повторяем рапорт 2 лицевые петли петли накид 2 лицевые 2 петли вместе с поворотом влево накид еще раз 2 петли с поворотом вправо накид 2 петли с поворотом вправо накид 2 лицевые петли накид 2 лицевые петли кромочные вот мы с вами провязали третий ряд лицевой стороны изнаночную сторону провязываем самостоятельно так вяжем с вами четвертый ряд лицевой стороны нашего узора кромочную петелечку мы снимаем 3 лицевые 1 2 3 накид 1 лицевая петля 2 петли с поворотом влево 5 лицевых 1 2 3 4 5 2 петли с поворотом вправо лицевая накид 3 лицевые 1 2 3 повторяем раппорт 3 лицевые петли 1 2 3 накид лицевая петля 2 петли с поворотом влево 5 лицевых 1 2 3 4 5 2 петли с поворотом вправо лицевая петля накид 3 лицевые петли изнаночную сторону провязываем без меня так провязываем пятый ряд нашего узора по лицевой стороне кромочную петлю мы снимаем 4 лицевые петли так минутку кромочную петли мы снимаем 1 2 3 4 накид 2 петли влево вместе 2 петли вправо вместе накид 4 лицевые петли влево вместе 2 петли вправо вместе накид 4 лицевые 1 2 3 4 так повторяем наш раппорт 4 лицевые 1 2 3 4 накид 2 петли влево 2 петли вправо накид 4 лицевые петли влево 2 петли вправо накид 4 лицевые 1 2 3 4 кромочная и так мы с нарезали 455 рядов получается это у нас был пятый ряд нашей лицевой стороны теперь мы вяжем изнаночную сторону все петли у нас здесь изнаночные подписывайтесь на мой канал ставьте мне лайки пишите комментарии нажмите на колокольчик чтобы узнать когда будет следующее видео когда она выйдет я думаю что мой канал хоть и молодой но интересный потому что люди пишут комментарии люди его смотрят правда не все подписываются ну это тоже ничего страшного в этом нет сейчас в данный момент какой-то большой допустим какой-то большой обзор изделия делать не выгодно почему потому что его до конца все равно не смотрят но сейчас зима будет холодно вязание будет побольше я буду показывать вам шапочки я буду показывать шарфики рукавички носочки ну такое все маленькое зимнее может быть даже какую-то крупную вещь типа кардигана потому что я хотела связать так теперь мы с вами вяжем шестой ряд так что смотрите мне очень приятно что меня смотрят и мне пишут так шестой ряд 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид 2 петли влево вместе 3 лицевые 1 2 3 2 петли вправо вместе накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 5 лицевых 1 2 3 4 5 повторяем 1 2 3 4 5 накид 2 петли влево 3 лицевые 1 2 3 2 петли вправо вместе накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 кромочная петля это мы с вами провязали 6 ряд лицевой стороны нашего орнамента узора но я иногда там как сказать путаю орнамент рисунок те кто меня смотрит они уже наверно привыкну но извините путаюсь я потому что иногда бывает обзор такой большой в течение дня конечно это нехорошо может быть надо готовиться но я готовлюсь но все равно в процессе бывает забываюсь так провязываем изнаночную сторону нашего узора что хочу сказать узоры вот эти вот японских конечно очень много и каждый человек который занимается вязанием на ютюбе он пытается показать узоры свои которые нравятся ему поэтому это очень интересно я тоже иногда смотрю включаю то что мне интересно каналы по вязанию если мне какой-то узор нравится если он меня зацепил я конечно стараюсь его для себя куда-нибудь в копилочку отметить но их очень много понимаете не только японских вообще очень много всяких узоров и поэтому если на канале вам показывают узоры со схемой или вот так вот рассказывают как я мастер-класс ну если понравился узор его надо конечно же запомнить или куда-то его зафиксировать потому что вот например я таким узором никогда не вязала шапочки ну как-то дырочки дырочки ажур чу вязать а когда вот начала вязать чипчики вот эти детские поняла что дырочки они оказывается не так страшны шапочках а очень даже ничего вот у нас что с вами получается смотрите какая красота так давайте продолжать сейчас мы с вами будем вязать седьмой ряд нашего узора кромочную петелечку мы снимаем шесть лицевых 1 2 3 4 5 6 накид 2 петли влево лицевая 2 петли вправо накид 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 так повторяем наш рапорт 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 накид 2 петли влево вместе лицевая петля 2 петли вправо накид 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 кромочная петля вот мы с вами провязали 6 ряд нашего узора о вернее седьмой ряд нашего узора так дальше мы вяжем все петли изнаночные так что подписывайтесь еще увидите очень много всяких интересных узоров дело в том что узоры можно найти конечно в интернете есть специально такая программа по которой вяжут узоры да там и схемы и все что угодно но дело в том что не каждый может еще схемку прочитать схемы они все разные читать это знать обозначение вот этого всего это сложно особенно тем кто начинает потому что правильно прочитать если нет описание сложного узора это нужно время а когда вы смотрите вот такие мастер-классы но не только у меня а у тех блогеров которые вам нравятся это очень интересно потому что интересно и легко потому что мы же читаем вот эту схемку разобрали мы ее записали может быть кто-то или кто-то вот по схемке вам все это показывает ну мне например было бы очень удобно если бы я вот вязала и слушала кто мне говорит поэтому смотрите канал и смотрите мой канал я думаю что все будет очень интересно так восьмой заключительный ряд мы провязываем все петельки лицевыми это получается у нас 8 и 9 заключительный по рисунку и потом наш узор начинаем опять вязать с первого ряда в круговую когда вы будете вязать здесь дополнительных никаких петель и чик не надо вяжите по рисуночку этот узор можно вязать в круговую но естественно вы понимаете что все это идет с лицевой стороны значит изнаночный ряд вам нужно будет просто провязывать лицевыми петельками не изнаночными а лицевыми но естественно нужно высчитывать чтобы у вас ваша ваше изделие входило в раппорт вот эти 17 петель так вот мы провязали с вами 8 ряд изнаночный получается ряд у нас изнаночными петельками вот смотрите какая красота у нас получилось вот видите это наш узор который мы связали с вами сейчас вот так вот он смотрится представляете вот такую кофточку связать красиво я думаю красиво вот такая вот кофточка бы у нас получилось или шапочка вот так вот смотрится в чипчик этот узорчик вот этот наш чипчик сейчас я развернут этот узорчик вот так ниточка у меня потому что я еще пуговичку не пришила вот наш узорчик в чипчике вот такая красота у нас получилась видно вот такой красивый узорчик мы с вами сегодня связали я думаю красиво подписывайтесь на мой канал ставьте мне лайки пишите комментарии я думаю что мы с вами сегодня проделали неплохую работу спасибо вам за то что вы меня смотрите я вас люблю до новых встреч пока пока